Пацаны и девчонки, здорово! С вами Точка Чарли, с вами Ханта. К сожалению, у нас сегодня не Battlefield, как уже Space говорил, совершенно непонятно, как эту игру записывать и вообще вести по ней подкасты. Поэтому я долго ждал, пока ко мне приедет мой Modern Warfare 3. Вот он наконец-то приехал, я запустил и давайте что-нибудь посмотрим из этого. Итак, у нас карта Hardhead. У меня в команде будет, вернее был, конечно же, Space, Черикос и Амаль. Играем в обычный Team Deathmatch. Своих киллстриков, вернее не киллстриков, а наборы перков я не помню. Strike Package Support. Я, кстати, очень рад тому, что вот они сделали в Infinity Ward разделение по Strike Package, то что вот люди, которые не могут за одну жизнь убить 120 человек, вызвать термоядерные удары и вообще нагнуть их через колено, что им стало комфортно играть. Вот кидаю флешку, кого-то ослепил, тут же получил какой-то, выполнил челлендж, убил чувака, убил еще и получил еще один челлендж. Тут же получил промоушен, да, Call of Duty начинает уже, конечно, смешить этими вещами, то что мы... Скоро надо будет, наверное, пригнитесь 10 раз, получите 10 тысяч XP, поднимите сразу 18 престижей. Все это уже как-то начинает, на самом деле, надоедать и устаревать, потому что сразу видно, что вот придумали классную систему, она действительно была клевой в Call of Duty 4. Вот проверил чувака, мало ли, может тут какой-нибудь баг возникнет. Вот. И теперь наполняют этими челленджами просто налево и направо, что лишь бы вот эта XP шла, чтобы шли престижи, потому что уже в Call of Duty Black Ops было набрать престиж, ну, очень легко, за счет и системы контрактов, и там этих челленджей бесконечных. Итак, подобрал чужую пушку, думаю, сейчас постреляю из нее, но, как показывает практика, стоит подобрать чужую пушку, обычно тебя убивают. Вот тут место, выход к трубе, куда люди очень любят соваться и кемперить вообще там, потому что одни дураки там вечно кемперят, и вот, да, за то, что я подобрал чужую пушку, мне отстрелили попу из снайперской винтовки, наверняка еще стреляли квикскоупом, который тут совершенно какой-то безумный, я видел такие видео, в которых квикскоупы просто, вот он шмальнул куда-то на его выдачу и убил. Итак, начинается перестрелка около бульдозера, что-то взрывается, идут, да, даблкиллы, вот, убили какого-то кемпера, тут внезапно нам такой вот прилетает подарок, ну, где же подарок-то, я знаю, что он прилетит, а, сначала мы убьем чувака. Вот, прилетел пирожок, нажрите сами свой пирожок, еще, и, да, тут меня вот потребовали плату за этот пирожок, убили и отобрали все доллары, так, поставили новогоднюю елку, чтобы она сбивала всех Санта-Клаусов в небе, и вот зачем-то, зачем-то, нет, не сейчас, я пробежал мимо трубы, в которую очень люблю забегать, и там умирать, потому что там всегда кто-то сидит. Итак, что у нас тут, ага, промахнулся мимо парня, парень совершенно не заметил, что него постреляют, на рандоме как-то хэдшот, надэмэджил еще одного парня, добился пистолета. Так вот, о чем я говорю? О том, что, конечно, Space прав в том плане, что мы уже в который раз покупаем одну и ту же игру, я не хочу даже говорить про синглплеер Modern Warfare 3, потому что, ну, первые две части мне честно понравились, кто бы не говорил про идиотический сюжет первых двух частей, он как бы нормальный такой техно-триллер, но тот цирк, та клоунада, которая творилась в МВ-3 в сингле, это просто за грань добрать сла, и вот снова подобрал чужой МП-5, и тут же мне отстрелили еще одну на мою филейную часть, ну, сколько ж можно-то? И так она тяжелая, а так потяжелеет от свинца еще больше. Вот. Собственно, единственное, по-моему, достижение реально Modern Warfare 3, вернее, два достижения, это система страйк-пэккаджей для нубасиков, чтобы они не плакались, и чтобы вот вечером можно было прийти, популять и не париться. И офигенный сурвайвл-режим, по которому я, наверное, поделал бы подкасты, но пока тоже не понимаю совершенно, как по нему делать, когда там матч длится, ну, 15-20 минут. И между тем мы выкашиваем просто жесточайшим образом, вот опять что-то взорвалось, у меня получилось... А, это Stalker Pro у меня прокачался еще 2,5 тысячи очков. Странно, что я до Престижник докачался. Вот, стрельнул, решил убить Амаля. Я вообще очень люблю такое чувство, стрелять в своих тиммейтов постоянно. И, так, я подобрал винтовку. Ага, с гибридным предсамом, кстати, безумно ненужная штука. И, наверное, сейчас умру. Так, подстрелил чувака. А, ну, конечно же, конечно же, у нас вернулся Last Stand, вернее, Final Stand. Хотя, разработчики из Infinity Ward еще летом на E3 говорили, у нас больше нет Last Stand. И все такие, да, у нас больше нет Last Stand. Зато у нас есть Final Stand. И продолжаем бесить всех, начиная с Call of Duty 4. И накопили на очередную зенитку безумные взрывы. И вот, наконец-то, я решил залезть в трубу. Вот, наверняка бы застрелили, если бы не прибежал тиммейт, не убил вот этого вот парня замечательного. И тут начинается просто жесточайший обстрел. Но я решаю, что захватить, украсть чужую коробку, это все-таки важнее. Вдруг она, эта коробка с чудом. Посылка с чудом. И что же это? Это действительно посылка с чудом. Вот, получил новогодний подарок. И в качестве новогоднего подарка победа с разгромным счетом. А вот и наш Санта Клаус, который доставил подарок тому, кто плохо вел себя в этом году. И вот финальный счет. Наверное, это лучшая игра, которую я вообще сыграл во всех Call of Duty. Со счетом 20 к 4. Уж точно лучше, чем в Modern Warfare 3. Такая вот игра. Спасибо, что смотрели. И, наверное, уже с наступающим Новым Годом. И всего того, что там желают. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok